Теория относительности 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 К штрих, так как для получения эталона в дельта Х штрих и дельта Т штрих не умножают, а делят эталон дельта Х и дельта Т на релятивический радикал. Причём, операция деления может производиться только для одного эталона, другой эталон умножается на радикал. Таким образом, возникает 4 комбинации соотношения между эталонами движущейся К штрих и покоящейся К без штриха систем координат. Эта неопределённость нахождения эталонов и получила название парадокс штриха. Сейчас я продемонстрирую парадокс штриха на конкретном примере двух книг. Одна из них – известный учебник Ландау Лившица «Теория поля», автор второй книги – Макс Борн. Книга называется «Эйнштейновская теория относительности». Написана она в 20-м году прошлого века, так что на ней выросло не одно поколение физиков-релятивистов. Сейчас при изложении материала я воспользуюсь шестым разделом курса лекции естествознания, выложенного на сайте «Скептикрация». Начнём с учебника Ландау Лившица. В нём, как это принято в подавляющем большинстве случаев, через штрихованную систему К-штрих обозначена движущаяся система отчёта, а покоящаяся обозначает через К без штриха. Читаю вместе с вами. Пусть в системе К покоится линейка, параллельная оси Х, пишет Ландау Лившица. Длина её, измеренная в этой системе, пусть будет ΔХ, равная Х2-Х1. Х2 и Х1 – координаты концов линейки в системе К. Найдём теперь длину этого стержня, измеренную в системе К-штрих. Для этого надо найти координаты обоих концов стержня Х2-Х1-штрих в этой системе в один и тот же момент времени Т-штрих. Находим. Имеется преобразование Лоренца для длины. Длина стержня в системе К-штрих есть ΔХ-штрих, Х2-штрих минус Х1-штрих. Вычитая Х1 из Х2, находим. Собственной длиной стержни называется его длина в той системе отсчёта, в которой он покоится. Обозначим её через Л с ноликом, равная ΔХ, а длину того же стержня в какой-либо системе отсчёта К-штрих через Л, без индекса. Тогда Л равно Л ноликом на радикал единицы минус В квадрат делённое на С квадрат. Таким образом, самую большую длину стержень имеет в той системе отсчёта, где он покоится. Длина его в системе, в которой он движется со скоростью В, уменьшается в отношении радикал единицы минус В квадрат на С квадрат. Этот результат теории относительности называется Лоренцевым сокращением. Теперь смотрим, что пишет Макс Борн по этому же вопросу. Итак, пишет Борн, мы должны определить длину линейки в системе С-штрих, это координаты Х-штрих, ЦТ-штрих, движущиеся относительно С с координатами Х-ЦТ. Пусть Л длина линейки в системе отсчёта С-штрих, вот, настораживаясь сразу, в которой линейка покоится. Л ноль называют статической или собственной длиной линейки. Два конца линейки имеют координаты, скажем, Х-один штрих, Х-два штрих, так что разность Х-два штрих минус Х-один равно Л нолевое. При наблюдении этой линейки из системы С, мы, первая из формул, имеем преобразование Лоренца для координат, где Х1, Т1 и Х2, Т2 представляют собой координаты точки Х-штрих и Х-два штрих в системе С. Пусть теперь мы хотим измерить длину линейки в системе С. Это значит, что нужно определить координаты Х-два и Х-два одновременно относительно часов системы С. Мы должны положить Т1 равно Т2. Выполняя это и вычитая первое из выписанных нами уравнений из второго, мы получаем Х2 со штрихами минус Х1 со штрихом. Вот получается разность Х-ов без штриха, делённая на радикал. Полагая Х2 минус Х1 за Л, мы можем записать Л равно Л нулевой умноженное на Л. Эта формула утверждает, что длина линейки в системе С оказывается уменьшенной в отношении корень квадратный из единицы минус Б квадрат к единице в точном согласии с гипотезой сокращения, предложенной Фиджеральдой Лоренцем. Таким образом, Ландау-Лишиц вывели формулу для Лоренцева сокращения из прямых преобразований, а Борн из обратных. То есть выражения 4.5 и 74 в приведённых текстах только внешне выглядят одинаково. Фактически они противоположного свойства. Люди гуманитарного склада ума, например, философы и журналисты, будут спорить до хрипоты, обсуждая запутанные тексты обеих книг. Но математику и программисту, имеющему дело с компьютером, разобраться в них ничего не стоит. Они ещё раз выпишут две одинаковые формулы 4.5 и 74, а рядом поставят равенство, которое имели в виду авторы, выражая х-координаты через л-отрезки длины. Ландау и Лившес приняли за L0 дельта х и за L без индекса дельта х со штрихом. А Борн ввёл противоположное обозначение L0 за дельта х штрих, а L за дельта х без штриха. Следовательно, Ландау и Лившес получили формулу 5.1, Борн 5.2. В данном случае абсолютно не важно, как авторы-релятивисты получали выражения 4.5 и 74. Важно помнить об одном – штрихованная система движется, не штрихованная покоится. В итоге авторы книг пришли к взаимоисключающему результату. Сделаем короткий перерыв для разъяснения своей позиции в отношении длительности моих видеофильмов об эфире. Видеоролики из двух серий подделки древнегреческих экспонатов, прежде всего цветного бюста Нефертити, были преимущественно короткими, как это обычно рекомендуют для просмотра в Ютьюбе, где-то около 15 минут. Теперь я не придерживаюсь этой рекомендации, так как не гоняюсь за количеством просмотров, а больше беспокоюсь о качественном составе аудитории, которая смотрит мои фильмы. Зачем мне посетители, которые постоянно дергают бегунок Ютьюба, так что из часового фильма просматривают 2-3 минуты? Так поступают лодыри, верхогляды, несерьезные люди. Я же заинтересован во вдумчивом зрителе, чтобы он смотрел мои работы от начала и до конца, а некоторые важные и сложные места по нескольку раз. В фильмах я часто делаю ссылки на страницы своего сайта «Скептик. Рация», рассчитывая, что мой заинтересованный зритель продолжит изучение той или иной темы самостоятельно. В фильме не всегда можно всё показать и рассказать. Человеку непременно необходимо и что-то почитать, разобраться в математических доказательствах, иначе зачем влезать в научную тематику. Бойтесь легкомысленной популяризации, которой страдает почти вся продукция в интернете. Как правило, в поисковиках они всплывают на первых позициях. В сети можно найти всё, ознакомиться с любой точкой зрения. Пытайтесь докопаться до сердцевины проблемы. Не забывайте, что обычнее дьявол сидит в деталях. Поэтому, дорогой наш зритель и слушатель, наберитесь терпения и продолжите вместе со мной чтение учебника Ландауэй Липшица и книги Макса Борна, где рассказывается об изменении эталона длины и времени. Поверьте мне, тема парадокса штриха – одна из важнейших. Люди проживают многие годы, пытаясь разобраться в релятивистских спекуляциях. Так посвятите же сегодняшний день данной запутанной проблеме, чтобы в будущем не плутать в тёмных лабиринтах теории относительности. Итак, выясним, как уважаемые авторы учебника «Теория поля» и книги «Инштейновская теория относительности» представили своим несчастным читателям тему замедления времени, центральную для релятивистской ортодоксии. Начнём с учебника Ландауэй Липшица. Предположим, пишут они, что мы наблюдаем из некоторой инерциальной системы отчёта произвольным образом движущиеся относительно нас часы. В каждый отдельный момент времени это движение можно рассматривать как равномерное. Поэтому в каждый момент времени можно вести неподвижно связанную с движущимися часами систему координат, которая вместе с часами будет являться тоже инерциальной системой отчёта. Далее авторы зачем-то использовали дифференциальную форму записи, хотя с точки зрения физики ситуация осталась прежней. Изменение временной координаты t будет таким же, что и изменение пространственной координаты x. Окончательную формулу 3.2 можно записать формулой 5.3. Вывод производится через квадрат интервала путём принятия условия дельта x штрих равно нулю. Самым удивительным в учебнике Ландау Лишца является последний абзац приведённого пассажа. Как видно из формулы 3.1 и 3.2, пишут авторы, Собственное время движущиеся объекты всегда меньше, чем соответствующий промежуток времени в неподвижной системе. Другими словами, движущиеся часы идут медленнее в неподвижных. Теперь посмотрим, что написал Борн в своей книге относительно изменения временной координаты. В первом предложении, цитируемая отрывка, он противоречит выводам учебника Ландау и Ливжица. Для того, чтобы вычислить величину удлинения, имеется в виду времени удлинения, Рассмотрим начавшийся в момент времени t1 штрих и закончившийся в момент t2 штрих период времени t0, который отсчитали часы, покоящиеся в системе s со штрихом. Очевидно, разность t2 штрих минус t1 штрих равно t0. Итак, Ландау и Ливжица имели в виду укорочение, сокращение долготы. Борн сразу заявил об удлинении, увеличении времени. Далее, используя по-прежнему обратное преобразование Лоренца, он вывел формулу 75, которая в наших обозначениях выглядит как формула 5-4. В конце отрывка Борн еще раз недвусмысленно заявил, это удлинение, замедление времени противоположно по характеру сокращению длины. Разумеется, с обратной точки зрения, единица времени по часам, покоящимся в системе s, оказывается увеличенной в системе s штрих. Время, которое показывает часы, покоящиеся в выбранной системе отчета, называется собственным временем системы. Изменения координат движущейся системе k штрих относительно покоящейся системы k у Борна совпали с формулами, представленными в работах Эйнштейна и Паули, хотя вывод их отличается от вывода Борна. Комбинация формул в Берклеевском курсе и в курсе Левича отличается не только логикой вывода, но и результирующими комбинациями математических выражений. Откуда же взялся такой разнобой формулы, которую мы видим по таблице 5.1? Дело в том, что при выводе окончательных формул релятивисты смешивают себя как субъекта теории, его называем метанаблюдателем, с объектными наблюдателями, находящимися в координатных системах k и k штрих. Авторы цитируемых нами книг становятся метанаблюдателями несознательно. Их внимание периодически соскальзывает то на позицию субъекта теории, то объекта, причем один раз их угораздит оказаться в штрихованной системе отчета, другой раз в не штрихованной. Так появляется неопределенность в расстановке штриха, поскольку они, как метанаблюдатели, постоянно витают где-то над обеими системами, смешивая что относительно чего движется. Им порою кажется, что сначала штрихованный эталон больше не штрихованно, затем наоборот. Метанаблюдатель высказывает свое присутствие, в частности, через термин «собственный». Если объектный наблюдатель к своим эталонам длины и времени добавляет этот предикат, значит он претендует на статус метанаблюдателя. Собственные эталоны длины и времени определяются как длина отрезка и, соответственно, время таких часов, которые покоятся относительно системы отчета. Однако, если притерживаться этой дефиниции, легко выясняется ее достаточно бессмысленное содержание. Часы, принадлежащие непосредственно данной системе координат, с точки зрения той же теории относительности, показывают то, что они показывают, как бы это тавтологично не звучало. То есть, дельта Т равно дельта Т, дельта Т штрих равно дельта Т штрих. Не нужны эти вторичные обозначения. Когда под предлогом собственного времени и длины вводят новые обозначения, например, L с ноликом равно дельта Х, L без нолика равно дельта Х штрих, или дельта Т маленькая равно Т большое с ноликом, и дельта Т штрих равно Т большое, и так далее. Если это вы видите, знайте, вас хотят ввести в заблуждение. Ясно, что существовать могут только два эталона часов и два течения времени. Третьего времени, как бы его ни называли, собственным или еще как-то, просто быть не может. Оно исключено логикой построения возможных ситуаций. Мысленно релятивисты скользят, как бы по ленте Мебиуса, рассуждая сначала в одной плоскости, они незаметно для себя оказываются в другой плоскости, развернутой относительно первой, на 180 градусов. Такой логический кульбит, объектный наблюдатель, способен совершать благодаря абсолютной системе координат метанаблюдателя. Раздвоение сознания – это естественное и постоянное состояние любого релятивиста. Парадокс штриха, связанный с масштабами длины и времени, напоминает парадокс с лестницей Шрёдера. Глядя на рисунок 6.1, может возникнуть образ либо лестницы, либо нависающего ступенчатого карниза. Почему так происходит? Человек может сначала видеть на первом плане горизонтальные линии системы К. Тогда ему кажется, что по лестнице Шрёдера можно подняться наверх. Но через некоторое время изображение лестницы как бы переворачивается. Линии системы К уходят на второй план, а на первом появляется линия системы К-штрих. Тогда уже видна не лестница, а нависающие ступеньки карниза. Период колебаний между изображениями лестницы и карнизом колеблется от одной секунды до нескольких минут. Другое дело, если смотреть не на симметричный рисунок 6.1, а на реальную лестницу или карниз, за счёт перспективы, которая выражается, скажем, в чуть меньшем расстоянии между горизонтальными полосками треугольника К-штрих, тотальный релятивизм не оставляет нам ни единого антисимметричного элемента в отношении систем К-штрих и К. Поэтому сначала к нам приходит уверенность в правильности использования обратных преобразований Лоренца, но через некоторое время эта уверенность куда-то улетучивается, картина переворачивается, и мы уже считаем правильным использование прямых преобразований. Это происходит периодически, мы не можем остановиться на каком-то одном решении, которое следовало бы назвать истинным. Психологический парадокс штриха определённым образом связан и с известным логическим парадоксом обманщика, который строится следующим образом. «Я обманщик», — сказал обманщик. Итак, обманщик сообщает о себе, что он является таковым. Следовательно, он выступает в своём противоположном качестве, а именно не обманщика. Поэтому сказанное предложение нужно прочитать так. «Я обманщик», — сказал не обманщик. Правдивому человеку мы должны верить, но ведь он сообщает, что он является обманщиком. Таким образом, мы снова возвращаемся к первому предложению. Возникает неопределённость в том, как квалифицировать фразу, заключённую в кавычках, как нечто соответствующее истине, то есть считать, что она верно характеризует человека, произносящего данное предложение. Или же её надо рассматривать как ложную фразу. Парадокс обманщика возникает потому, что в данной семантико-лингвистической конструкции не проведена демаркационная линия между субъектом и объектом. Помимо обманщика и необманщика, в этой ситуации участвуем мы с вами в роли исследователя, стороннего наблюдателя или, как мы говорим, метанаблюдателя. Если произвести чёткое лингвистическое отделение смыслового содержания, которое должно относиться к нам, как к метанаблюдателям, от прочей семантики объектных персонажей, то логическое противоречие будет снято. Вот каким способом нужно представить ситуацию с обманщиком, чтобы исключить из неё двусмысленность. Первый случай. «Я обманщик», сказал «обманщик». «Это истина», сказал метанаблюдатель. Второй случай. «Я обманщик», сказал «не обманщик». «Это ложь», сказал метанаблюдатель. Третий случай. «Я не обманщик», сказал «обманщик». «Это ложь», сказал метанаблюдатель. Четвёртый случай. «Я не обманщик», сказал «не обманщик». «Это истина», сказал метанаблюдатель. Парадокс обманщика предупреждает нас о возможных на этом пути осложнениях из цепочки отношений. Пётр – враг Ивана, Иван – друг Степана, а Степан, враг Кузьмы, однозначно следует, что Пётр – друг Кузьмы. Этот вывод сделан субъектом теории, то есть метанаблюдателем. Но нельзя строить конструкцию типа «Пётр – обманщик», сказал «Иван». «Это ложь», сказал Степан. Степан, как объектный персонаж, не должен выносить свою оценку в отношении Петра, Ивана и прочих лиц, непосредственно участвующих в объектной ситуации. Это разрешено делать только метанаблюдателю с безупречной моральной характеристикой, которая не имеет права лгать. Таким образом, парадокс обманщика говорит нам о том, что попытка метанаблюдателя встать на позицию обманщика или необманщика немедленно приводит к смысловому конфликту. В самом начале этого видеофильма мы упомянули диаграмму Минковского, сказав, что было бы желательно вычеркнуть конкретную диаграмму и определить по ней реальный масштабный коэффициент сокращения длины и времени. Релятивисты, как правило, даже не пытаются этого сделать. Анализ проводится на уровне формул. Но сейчас мы столкнулись с неоднозначностью в оценке эталона длины и времени. Поэтому было бы логично прибегнуть к геометрическим тертежам, которые помогли бы нам установить истину, а именно узнать, будет ли дельта-икс меньше дельта-икс штрих или дельта-икс больше дельта-икс штрих. Аналогично по времени. 21 сентября 1908 года на 80-м собрании немецких естествоиспытателей и врачей в Кёльне Герман Минковский сделал доклад под названием «Пространство и время». В ходе доклада докладчик вычеркил рисунок один и попытался доказать, что эталоны движущейся и покоящейся системы К и К-штрих связаны посредством реликтивистского радикала. Автор доклада упомянул об отрицательном результате эксперимента Майкельсена и напомнил, что по Лоридзу каждое движущееся тело должно сократиться в направлении движения при скорости В в отношении 1 к корню квадратному единице минус В квадрат С квадрат. «Я хочу теперь на нашем чертеже», сказал Минковский, показать, что гипотеза Лоренца и новые воззрения на пространство и время вполне эквивалентны, и что благодаря этому гипотеза делается гораздо понятнее, если с целью упрощения отличие от координат Y и Z представить себе пространственно-одномерный мир, то параллельная полоса, стоящая прямо как ось Т, и параллельная полоса, наклоненная относительно оси Т, суть графики покоящегося и равномерно движущегося тела, сохраняющего в обоих случаях одно и то же постоянное пространственное положение. После некоторых разъяснений в построении чертежа РИС-1 докладчик заявил, из простого расчета следует, что если dx по dt равно V, то 0d' равно OC, умноженное на релятивический радикал. И, следовательно, также отрезок PP относится к отрезку QQ как единица к релятивистскому радикалу. Итак, Минковский утверждает, что в движущейся системе K' отрезок OD' на левом чертеже или отрезок QQ на правом чертеже меньше эталона длины в покоящейся системе K, где за эталон принят отрезок OC и отрезок PP. В наших обозначениях справедливо выражение 5.1. Δx' равно Δx на радикал. Поскольку диаграмма Минковского симметрична относительно бисектрисы OB или OB' соответствующей скорости света, то соотношение эталонов времени будет таким же, как и отношение отрезков длины. То есть, справедливое выражение 5.3. Δt' равно Δt умноженное на радикал. Таким образом, правильной оказывается комбинация эталонов, представленная в учебнике Ландау-Лившица. Три других комбинации в таблице 5.1, включая самую первую, предложенную Эйнштейном, а потом Борном и Пауле, будут уже ложными. Итак, три первые автора пали жертвы парадокса-обманщика. Минковский же с помощью элементарной геометрии нашел, кажется, единственное правильное решение. Первым ошибся Эйнштейн, когда искал соотношение между масштабными единицами движущейся и покойщейся системой координат, а Борн и Пауле шли сразу за ним, уже по ложному пути. Ландау и Лившиц, видимо, учли геометрический урок, преподанный Минковским. Но почему другие релятивисты не последовали за Минковским? Это загадка, которая, однако, имеет некоторое объяснение. Дело в том, что Минковский тоже ошибся в количественном отношении. Формулы 5.1 и 5.3 ошибочны, так как ошибочные выражения в самом докладе Минковского. То, как выводил эти формулы Минковский, повторил Зуммерфельд. Но если бы эти авторы подставили какие-нибудь числовые значения в эти выражения, они тут же бы убедились, что формулы не работают. Соотношение между отрезками ОД-ОС или между отрезками ПП и отрезком КУ-КУ совсем не такое, как хотели бы видеть указанные авторы и все прочие релятивисты. Для понимания того, в чем ошибся Минковский, воспользуюсь курсом дискретной математики под разделом ортогональные и гиперболические преобразования раздела 2.5 пространственные группы и двойственность. Под ортогональными и гиперболическими преобразованиями понимают повороты осей, показанные на рисунке 2.39 А и Б. Соответственно, обозначения осей координатных систем К и К' здесь выбраны с прицелом на теорию относительности, хотя рассматриваемый вопрос относится к общей математической тематике. Остагональный поворот осей ищется по тригонометрическим формулам сложения двух углов. Если радиус окружности равен единице. Непосредственно из чертежа видно, что косинус Пси равен Х' синус Пси ЦТ, а сумма углов равна Ху и ЦТ. Следовательно, Х и ЦТ можно выразить следующим образом. Так как тангенс Пси равно бета, косинус и синус тоже определяются однозначно. Окончательно получаем первые две формулы ортогонального преобразования в форме декартового поворота, который соответствует первым двум формулам первого столбца таблицы 2.92, в которой, правда, ось ЦТ заменена У. Если найденные преобразования принять за прямые, то обратными будут две другие формулы первого столбца таблицы 2.92. Рассмотренные преобразования действуют в евклидовом пространстве, чтобы получить из них гиперболические преобразования для псевдоевклидового пространства, нужно произвести замену вещественной оси У на мнимую ось ИУ. И это базис мнимой единицы. В этом случае произойдет замена вещественного параметра бета на минус И бета, так как их, деленное на мнимую единицу У, равно минус И бета. Формулы гиперболического поворота, полученные из формул ортогонального преобразования, заняли второй столбец таблицы. Согласно принципу двойственности, который действует в некоторых областях геометрии, логики, физики и других наук, о нем рассказывалось в предыдущем подразделе, мы можем получить гиперболические преобразования в евклидовом пространстве. Это третий столбец таблицы. Тогда ортогональные преобразования окажутся в неевклидовом пространстве с мнимой вертикальной осью И, У. Это четвертый столбец. Нас интересует изменение масштаба осей при гиперболическом повороте. Как чаще всего поступают релитеристы, они обнуляют одну из координат. Например, чтобы найти изменившуюся длину Δx' штрихованной системы К' по известной длине Δx не штрихованной системы К, берут координаты двух точек на оси абцист и составляют из них разность. Как правило, релитеристы пользуются формулами без мнимой единицы, то есть формулами третьего столбца таблицы 2.92. Итак, беря две точки на оси иксов и составляем из них разность x2-x1. При условии одновременного измерения пространственных координат, то есть выполнении условия Т1 равно Т2, получается формула сокращения длины. Очевидно, аналогичная методика нахождения соотношения между масштабами штрихованной и не штрихованной системы координат должна срабатывать и для ортогональных преобразований декартовых координат. Выписываем x1 и x2 координаты, находим разность между ними. Обращаем внимание, что в знаменателе стоит уже не релитеристский радикал, а корень квадратный из единицы плюс vc в квадрате. При условии Т1 равно Т2 получаем формулу удлинения длины. В подкоренном выражении стоит единица плюс v. Значит, получаем удлинение. Но при повороте декартовых координат масштабы осей, как известно, не меняются. В действительности полученное соотношение дельта x к дельта x штрих равно коченусу φ. Он указывает на угол поворота осей. Следовательно, методика релитеристов ошибочна. Каким же образом нужно поступать, чтобы рассчитать соотношение между масштабами штрихованной и не штрихованной системы координат при гиперболическом повороте, который показан на рисунке 2.39b? Для нахождения масштабного или нормировочного коэффициента КН слегка дополним рисунок 2.39a, как это показано на рисунке 2.40. Из последнего чертежа найдем координаты ct' и x', подставим найденные штрихованные значения в формулу преобразования декартовой пространственной координаты, то есть x равно выражению, в котором числитель равен β. Окончательно находим масштабный коэффициент КН из координаты x. Он равен корень квадратный из единицы минус β квадрат, деленное на единицы плюс β квадрат. Аналогичным образом можно выделить масштабный коэффициент КН из второго ортогонального преобразования для ct. Ну, тут получаем аналогичное выражение для проверки найденного масштабного коэффициента КН. Можно вычертить реальный чертеж на бумаге с гиперболическим поворотом осей x', ct', отвечающий преобразованием Лоренца, и произвести измерение всех координат непосредственно по чертежу. Кроме точки А возьмем еще 4 точки B1, B2, C1, C2 с другими координатами. Все измеренные величины занесены в таблицу 2.93. По найденным координатам вычислим β и масштабный коэффициент КН, а также квадратичные инварианты С и С' по формуле, известной из теории относительности. Надо заметить, что коэффициент КН определяется из квадратичной формы намного проще. Добавим, поскольку коэффициент КН меньше единицы, то можно говорить о сжатии обеих осей стрихованной системы. Однако из этого математического факта вовсе не следует, что в реальном физическом мире сокращается пространство и замедляется время. Любые математические манипуляции с введенными нами координатами никак не сказываются на физических явлениях. Релятивист тем и отличается от антирелятивиста. Догматической верой, будто выбор геометрического пространства и его математические преобразования отражаются на физических процессах. Нельзя не заметить также, что в получении преобразований соответствующих диаграмме Минковского был использован искусственный прием умножения числителя и знаменателя формулы преобразования вида звездочка на релятивистский радикал корень квадратный из единицы минус бета квадрат. Это понадобилось нам для того, чтобы преобразование звездочка геометрически соответствующей диаграмме Минковского чисто внешне отвечали преобразованием Лоренца. Для самих же преобразований звездочка их нельзя уже называть ни Лоренцевыми, ни гиперболическими. Не нужно вводить никаких масштабных коэффициентов. Для проверки данного математического факта найдите конкретные числовые значения координат Х и ЦТ путем прямой подстановки в преобразование звездочка от числовых значений координат Х' и ЦТ'. Таким образом, диаграмма Минковского, вообще говоря, не удовлетворяет преобразованием Лоренца, но их внешнего сходства можно добиться путем введения найденного выше масштабного или, мы говорим, нормировочного коэффициента КН. Релятивисты часто пользуются трехмерной диаграммой Минковского, на которой имеются две пространственные оси Х, У, образующие горизонтальную плоскость, и одна вертикальная ось Т. Третью пространственную ось З, они не ее черчивают, но ее существование подразумевается. На диаграмме указывается положение объектного наблюдателя в центре координат. Это его положение соответствует настоящему времени, вверх от него откладывается будущее время, плюс Т, вниз от него прошлое время, минус Т. Поверхность конуса, заверяют релятивисты, ограничивает возможные траектории наблюдателя в четырехмерном пространстве и времени. Они рассказывают о мировых линиях ВТ, пролегающих внутри конуса. На границе же конуса скорость В достигает скорости света. Трехмерная диаграмма Минковского обычно рисуется схематично, без каких-либо количественных оценок. Между тем, все числовые величины, присвоенные этим трехмерным сооружением, будут содержать все те же ошибки, которые отмечались для двумерных диаграмм Минковского. Таким образом, диаграмма, которую релятивисты называют именем Германа Минковского, носится исключительно в двумерную природу. Попытка экстраполировать ее на пространство трех и большего числа змей математически бессмысленно. В силу принципа двойственности, который обнаруживается через замену вертикальной оси Y, равной CT, на мнимую ось, и что отражено в таблице 2.92 двумя рядами дублирующих формул, мы можем вместо косинуса и синуса использовать гипроболические функции. Таким образом, комплексную плоскость системы уравнений из тригонометрических функций можно заменить вещественной плоскостью системы гиперболических функций. Таким образом, из чертежа рисунок 2.39b мы выведем преобразование Лоренца, в которых, однако, уже учтены изменения масштабных единиц штрихованной системы. Остается рассмотреть маленький, но очень важный вопрос, связанный с группой математической ошибкой предельного перехода. Напомню, как релятивисты осуществляют его. Они записывают преобразование Лоренца в виде, затем говорят, что условия В много меньшей скорости света, равносильно условию, что С устремляется к бесконечности. Следовательно, преобразование Лоренца переходит в преобразование Галилеи. Ошибка данного предельного перехода легко обнаруживается при рассмотрении двух принципиально различных движений координатных систем К и К. Штрих относительно друг друга. Преобразование Лоренца – это вращательное движение осей, пусть гиперболического характера. Преобразование Галилея – это поступательное или продольное смещение осей. Не может вращательное движение осей в пределе переходить в их поступательное движение, когда начало координат системы К штрих, то есть точка 0 штрих, удаляется на какое-то расстояние от начала координат системы К, точка 0. Где допустили ошибку релятивисты? Ошибка возникла тогда, когда условия предельного перехода, β равное v деленное на c устремляется к нулю, заменили неравносильным условием c устремляется к бесконечности. Поэтому преобразование Лоренца лучше писать не в виде, в котором скорости v и c фигурируют раздельно, а в виде преобразования, в которых v и c связаны одним параметром β, равное v деленное на c. При условии β устремляется к нулю, или угол φ устремляется к нулю, гиперболические функции ведут себя следующим образом. Гиперболический косинус устремляется к единице, а гиперболический синус к нулю. Это хорошо видно из нижеприводимой таблицы. Отсюда следует, что преобразование Лоренца в случае предельного перехода параметра β к нулю трансформируется в единственно возможные равенства. x равно x' ct равно ct'. Никаких других выражений здесь, в принципе, быть не может. И так, казалось бы, крохотная подмена условий передельного перехода привела к колоссальным заблуждениям, будто преобразование Лоренца – это те же самые преобразования Галилеи, но только записаны для очень большой скорости v, сопоставимой со скоростью света c. Это, разумеется, не так. Многим релитаристам известна обратная процедура, а именно вывод преобразования Лоренца из преобразования Галилеи. Он не связан с каким-либо предельным переходом. Преобразование Лоренца получается из преобразования Галилея путем единственного допущения. Скоро света в штрихованной и не штрихованной системе координат должна быть одна и та же. Из этих равенств несложно получить искомый множитель альфа. Таким образом, переход от Галилеи к Лоренцу будет скачкообразным. Он не является предельным переходом, то есть непрерывным изменением параметра бета. Условия постоянства параметра c в штрихованной и не штрихованной системах не накладывает на саму величину c никаких количественных ограничений. То есть c может быть вполне сопоставима со скоростью v или даже меньше ее. Преобразования Лоренца по-прежнему остаются в силе. Трансформация поступательного преобразования Галилея во вращательное преобразование Лоренца означает трансформацию одной группы симметрии в совершенно другую группу симметрии. Группа преобразования Галилеи не является подгруппой преобразования Лоренца или наоборот. Это две различные группы симметрии. Ошибка предельного перехода моментально приводит к множитому противоречий, которые не имеют никакой перспективы для разрешения. Парадокс распиленной линейки является наиболее наглядным. О нем сейчас мы расскажем. Пусть происходит транспортировка двух кусков линейки. Первого и второго. Если куски транспортируются по отдельности, то сокращение их производится так, как показано на финише позиции А и Б. Совместная транспортировка этих кусков ничего не изменит. И на финише между кусками будет виден просвет позиции В. Однако транспортировка целой линейки приведет к сокращению типа Г. Значит, между кусками не должен наблюдаться просвет позиции Д. Ведь линейка не знает, что она распилена. И так непонятно, как будет в действительности происходить сокращение транспортируемых кусков линейки по варианту В или по варианту Д. Дадим разъяснение парадоксу распиленной линейки. В случае А соответствует варианту В на рисунке 8.2, когда каждый кусок линейки связан со своей собственной системой отчета. В случае Б соответствует варианту Д на рисунке 8.2, когда оба куска линейки связаны одной системой координат. В случае В демонстрируют иное, чем для случая А расположение координатных осей. Какую систему координат выбрать для наших кусков линейки? В действительности это дело вкуса каждого человека. В парадоксе распиленной линейки проявился эффект, который можно было бы назвать дрейфом нуля системы отчета. Пусть покоящийся стержень имеет такую длину, которую едва бы хватило для закрытия фотодатчиков 2 от лучей источников 1. Позиция А. Тогда при движении стержня мы будем иметь различное положение сокращенного стержня. Все будет зависеть от положения нулевой отметки системы координат, связанной с нашим стержнем. Поэтому на определенные моменты времени может получиться так, что окажется закрытым левый фотодатчик B, правый V, или оба датчика окажутся освещенными источниками света G. Дрейфом нуля системы отчета объясняется и известный парадокс зажженной лампочки. На рисунке 8.1 показаны следующие варианты. Все элементы электрической цепи находятся в покое, лампочка горит, так как цепь замкнута. Это позиция А. Из-за быстрого перемещения бруска B расстояние между контактами для наблюдателя А сократится, но лампочка на мгновение вспыхнет, так как цепь на некоторое время окажется замкнутой. Позиция B. При быстром движении проводящего стержня А для наблюдателя B цепь окажется постоянно разомкнутой и лампочка никогда не вспыхнет. Позиция В. Согласно принципу относительности, два последних случая B и V тождественны. Вопрос. Что произойдет в действительности? Вспыхнет или не вспыхнет лампочка? Вот парадокс. Таким образом, парадоксы распиленной линейки из зажженной лампочки доказывают, что кинематическое сокращение длины движущихся тел происходить не может, так как поступательное перемещение координатных систем по Галилею не имеет ничего общего с вращательным движением координатных систем по Лоренцу. Сегодняшние школьников учат, что интерферометра Майкельсона, согласно гипотезе Фитт-Жеральда Лоренца, испытывает сжатие в направлении движения Земли, поэтому, дескать, не происходит сдвига интерферационных полос. Но тут же возникает недоуменный вопрос. Так как Майкельсон во время проведения опыта находился в движущейся координатной системе прибора К-штрих, то ни он, ни Лоренц вместе с Фитт-Жеральдом, ни кто-либо другой живущий на Земле не могли зафиксировать сжатие интерферометра. Те, кто сейчас говорит о гипотезе сокращения длины, реально превращаются в обманщиков, поскольку путают объектного наблюдателя Майкельсона с мета-наблюдателями Лоренцем и Фитт-Жеральдом. На первых порах, когда теория относительности еще не сформировалась, Лоренц и Фитт-Жеральд ничего не говорили о замедлении времени. Сегодня, рассказывая школьникам о гипотезе сокращения длины, учителя обязаны что-то говорить об одновременном замедлении времени. Но этого, к сожалению, не происходит, поскольку они самостоятельно не в силах выбраться из релятивистских спекуляций. Помимо представленных парадоксов, нами были найдены математические ошибки во множестве других разделов релятивистской физики. Так, например, Макс Борн, глядя на Германа Минковского, попытался вывести формулу сокращения длины и замедления времени геометрическим путем. Его способ не сделался популярным как диаграмма Минковского, поскольку Борн допустил еще больше ошибок, чем Минковский. Впрочем, источник ошибок для обоих авторов был один. Это подгонка всех геометрических построений под гипотезу Фитт-Жеральда и Лоренца о сокращении длины. Эта амбициозная цель с самого начала была обречена на провал. Борн вместе с Бомом, Бонди и Ходсбери принимал участие в разработке радиолокационного метода или метода коэффициента К, который широко использовался для вывода различных формул теории относительности, в том числе формулы доплеровского эффекта, формулы сокращения длины и замедления времени, да и самих преобразований Лоренца. По этой методике авторы ухитрились вывести, например, релифийскую формулу для эффекта допля вот в таком виде, якобы подтверждённым экспериментом. Ошибки этого метода обнаруживаются просто, путём подстановки конкретных числовых данных. Эти ошибки неизбежны, поскольку все авторы метода уверовали, будто штрихованные оси сокращались на величину релятивистского радикала. Откуда взялась эта их вера, геометрически ничем не подтверждённая? Коротенько напомним основные вехи релятивистского навождения. Лоренцевые преобразования возникли из ложного толкования эксперимента Майкельсона Морли, физики конца XIX века, не умея объяснить результаты опыта, а мы их объяснили в самой первой части нашего фильма. Приняли гипотезу Фитчеральда Орлоренца, которая в умах релятивистов быстро приобрела статус догмы. Согласно их абсурдной теории, оптический прибор, используемый Майкельсоном, уменьшил свои размеры в направлении движения Земли, поскольку в приборе использовались световые сигналы, то есть электромагнитное излучение, то ключ к разгадке они посчитали кроется в уравнениях Максвелла. Начали искать некие преобразования координатных систем, которые бы оставляли эти уравнения в неизменном виде, говорят, в инвариантном виде. Таким образом, релятивисты рассчитывали распространить принцип относительный, справедливый для классической механики, на электромагнитную сферу. Преобразование Галилея оставляет четыре закона Ньютона в неизменном виде, теперь появились преобразования Лоренса, оставляющие четыре закона Максвелла тоже в неизменном инвариантном виде. За счет спекуляций на условия предельного перехода релятивисты стали утверждать, будто преобразование Галилея является частным случаем общих преобразований Лоренса. В отношении инвариантности уровня Максвелла имеется серьезное возражение. Дело в том, что Фарадей и Максвелл, разрабатывая теорию электромагнетизма, опирались на эфир в виде некой гидродинамической модели, поэтому из уравнения Максвелла легко выводится волновое уравнение, справедливое для воды, воздуха и прочих сплошных средств. Верно, что Лоренц вывел преобразование, названное по Анкаре Лоренцевым, из области электромагнетизма, которое, однако, в то время целиком покойлось на эфирных представлениях, поскольку Лоренцевые преобразования, оставляющие уравнение Максвелла и выведенное из них волновое уравнение в инвариантном, то есть неизменном виде, возникает законный вопрос, а как быть с медленными акустическими волнами, распространяющимися, например, в воде и воздухе? Что скажет релятивист, в частности, по вопросу предельного перехода? Ведь для акустических волн фигурирует, разумеется, не умопомрачительная скорость света, а вполне себе умеренная скорость звука, где-нибудь в воде или в воздухе. Но самым убийственным аргументом для релятивистов является не этот, а не напрочь забывая, что преобразование Лоренца оставляет в инвариантном виде исключительно волновые уравнения. Какую бы природу они ни носили, электромагнитную или акустическую, но они не оставляют в неизменном, инвариантном виде все прочие уравнения механики. Посмотрите, так выглядит волновое уравнение. А так выглядит уравнение теплопроводности и диффузии, где вместо параметра единица, делённая на С квадрат, стоит параметр единицы на С, где С – постоянная теплопроводность и диффузия. Таким образом, невозможно говорить о каких-то универсальных преобразованиях, которые бы оставляли инвариантными все без отключения дифференциального уравнения. Само такое требование является математически некорректным. Чтобы ближе подступиться к теме многомерностей пространств, нам нужно освежить в памяти некоторые алгебраические понятия. В подразделе дискретной математии, который называется «Представление группы Кватерниона», раскрывается смысл произведения сначала двух комплексных чисел Z и Z'', которые могут быть представлены в трёх эквивалентных формах. Тогда произведению Z на Z'', отвечает два последовательных поворотов комплексной плоскости X и Y. Кватернион получается путём удвоения комплексного числа. Составим произведение двух кватернионов. Здесь скалярная часть произведения есть произведение скалярных частей множителей минус скалярные произведения их векторных частей. Векторная часть произведения состоит из суммы произведений скалярной части каждого множителя на векторную часть другого плюс произведение векторной части первого множителя на векторную часть второго. Таким образом, все существующие виды умножения векторной алгебры является осколками единой операции перемножения двух кватернионов. Перемножение двух сопряженных кватернионов дает скаляр. Кватернион с нормированными коэффициентами можно представить через тригонометрические функции, где α, β, γ – углы между некоторым вектором p и осями координат. φ – угол вращения вокруг этого самого вектора p. Пространственное вращение, описываемое кватернионом q, за которым следует вращение q', дает результирующее изменение ориентации, описываемое кватернионом q. Предположим, кватернион q отвечает повороту вокруг оси x на угол φ равный π пополам, а q' точно на такой же угол, но вокруг оси y, что соответствует следующим формулам. Известны две других формулы задания вращения в трехмерном пространстве, либо через направляющие косинусы, либо через углы Эйлера. Таким образом, ортогональные повороты в трехмерном пространстве можно описывать тремя способами. Непосредственно через кватернион, через 3х3 матрицы с направляющими косинусами и через 3х3 матрицы с углами Эйлера. Однако, никто пока не вывел аналогичные формулы для четырехмерного пространства. Почему? Да потому что их не существует в математической природе. Реализисты могут сколько угодно говорить о многомерных пространствах, но математики-конструктивисты знают, что их предмет исследования не производен. Его нельзя строить по свободной экстраполяции, когда расширение пространства действия Действие определяется простым увеличением пространственных осей. Мы не вправе по своему желанию выдумывать геометрические пространства любой размерности. Это связано с алгеброй групп. Существует геометрия на плоскости, ей ставится в соответствие алгебра комплексных чищек. Существует геометрия в пространстве трех измерений, ей отвечает алгебра кватерниона, но алгебраической структуры, отвечающей четырехмерному пространству, уже не существует. В самом деле, удвоение кватерниона порождает октаву, но множество октав уже не образуют группы, так как умножение базисных единиц, представленное таблицей 2.50, не является ассоциативным. Напомню, алгебраической группой называется замкнутое множество, в котором есть единичный элемент, обратные элементы для всех прямых, и выполняется закон ассоциативности, который на множестве октав как раз и нарушается. Дальнейшая экстраполяция, удвоение октавы и так далее, тоже не приводит к числовым агрегатам, имеющим групповые свойства. Следовательно, многомерное пространство 5, 6 и так далее измерений, тоже существовать не могут, как пространство 4 измерений. Есть множество, в которых закон ассоциативности выполняется. Они, однако, не образуют группы. Так, в квантовой физике часто приходится иметь дело с матрицами Паули, которые в математике называются спиннерами или спинорами. Существует простая связь между спиннерами и матрицами базисных единиц квотерниона. Закон ассоциативности для матриц Паули выполняется в силу общей природы матриц, но группы из них не получается, поскольку множество открыто, а группа должна быть замкнутой на себя. Тем не менее, на них можно построить полезную для физики математическую структуру алгебру Клиффорда. На матрицах Паули она представляет собой следующий частовой агрегат. В состав агрегата А входит один скаляр, три вектора, три би-вектора и один три вектора или псевдоскаляр. При перемножении таких агрегатов будут возникать два типа умножения базисных единиц внутренняя или скалярная и внешняя или векторная. Примерами внутреннего и внешнего произведений являются дивергенция и ротор соответственно. Продемонстрируем силу алгебры Клиффорда на примере электродинамики. В ней вектор напряженности электрического поля Е определяется через градиент скалярного потенциала φ, а би-вектор напряженности магнитного поля H определяется как ротор векторного потенциала А. Тогда через Клиффордовое произведение можно дать все четыре уравнения Максвелла для статического электромагнитного поля. Приведем расшифровку четырех слагаемых. Для динамического случая изменение магнитного поля приводит к возникновению ротора электрического поля, а изменение электрического поля ротора магнитного поля. Эти же уравнения, расписанные по четырем составляющим, выглядят следующим образом. Эти две системы уравнения можно представить в матричной форме. Для получения полной симметрии в матрице и, следовательно, в уравнении Максвелла нужно ввести мнимость, как показано здесь. Представленный здесь формализм, кажется, имеет дело с четырехмерным пространством. Но это только кажется. Необходимо помнить, что уравнения Максвелла, описанные при помощи кватернионов, касаются трехмерного пространства. Теперь от электромагнетизма перейдем к механике. Так выглядит формула кинетической энергии в классической механике. Если имеем дело с электронным, то М, его масса, П, импульс, Е, энергия. В квантовой механике энергия и импульс заменяются операторами. Здесь h, перечеркнутое, равно h, постоянная планка, деленная на 2π. И мнимая единица, ψ, волновая функция электрона. А набло – это оператор, с помощью которого удобно выражать операцию в векторной алгебре. Мы ими уже пользовались, но не лишний будет напомнить их определение. Если вектор набло скалярно умножить на функцию ψ, то получим вектор, который называется градиентом функции ψ. Если вектор набло скалярно умножить на вектор А, то получается скаляр, который называется дивергенцией вектора А. Если вектор набло векторно умножить на вектор А, то получим вектор, который называется ротором вектора А. Скалярное произведение оператора Набло на оператор Набло дает скалярный оператор Лапласа. Теперь вернемся к механике. Если выражение для кинетической энергии записать в операторном виде, то получим уравнение Шрёдингера. Если вместо классического выражения для кинетической энергии воспользоваться релятивистской формулой и произвести в ней соответствующую замену на операторы, то мы получим уравнение клейного гордона, описывающее частицы без спина. Понизив степень уравнения клейного гордона на порядок, получаем уравнение Дирака для электрона, имеющего спин одну вторую. Здесь альфа 4х4 матрицы, составленная из матриц Паули. Из трёх альфа-матриц и одной бета-нулевой матрицы конструируют четыре гамма-матрицы, которые называются матрицами Дирака. На базе гамма-матрицы можно построить 16-компонентную алгебру Клифферда вида А равно А со значком С – скаляр, А со значком В – вектор, А с индексом В – би-вектор, А с индексом Т – три-вектор и А с индексом П – псевдо-ли-вектор. Базис этой алгебры выглядит следующим образом, где и большое – единичная 4х4 матрица, а и маленькая – мнимая единица. Запишем уравнение Дирака через гамма-матрицы. С этой целью уравнение Дирака, записанное через три альфа-матрицы и одну бета-нулевую матрицу, умножим на множитель и аж перечёркнутое бета-нулевое, получим уравнение следующего вида. Если воспользоваться оператором 4-импульса, то уравнение Дирака предстанет в более компактной форме. Его решением является плоская волна вида. Таким образом, уравнение Дирака представляет собой волновое уравнение. К нему Дирак пришёл естественным путём, когда захотел уравнение Шарёдингера сделать инвариантным для преобразования Лоренца. Ведь можно идти обратным путём, то есть оттолкнуться от выражения для плоской волны, которая в наиболее общей форме выглядит как… Если функцию ψ один раз продефиненцирует по времени и дважды по координатам, а затем два последних выражения переравнять по е ψ, помню, что энергия кинетическая равна вот этому выражению, то в результате получаем уравнение Шарёдингера в виде, которое удобно записать через оператор Набло в квадрате. Среди решений этого уравнения имеются такие, которые зависят только от времени. Подставляя это решение в уравнение Шарёдингера, находим стационарное уравнение для свободного электрона. При наличии независимого от времени потенциального поля В от Р, последнее уравнение приобретает вид, если вместо кинетической энергии одного единственного электрона, находящегося в потенциальном электрическом поле, имеется множество электронов, взаимодействующих друг с другом и с остовом кристаллической решётки, то скобка с двумя слагаемыми заменяется на гамильтониан H. Уравнение Шарёдингера приобретает вид H на Пси равно Е на Пси. В качестве гамильтониана H при числовом расчёте электронных энергетических уровней в кристаллических полупроводниковых решётках чаще всего выступает матрица, которая учитывает все энергетические взаимодействия в кристаллической решётке. Физика твёрдого тела начинается тогда, когда теоретик начинает размышлять, как ему сконструировать гамильтониан. Прежде чем погрузиться в толстые слои конденсированного вещества, давайте оглянемся назад и осмотримся по сторонам. Из наших экскурсов в историю физики мы уже знаем, что жизнь науки ничем особенным не отличается от жизни общества. Бывают периоды, когда общество забывает предшествующие события и все достижения текущего момента, готово приписывать какому-нибудь кумиру, который правдами и неправдами оказался на вершине социальной пирамиды. Так было, например, со Сталиным, которому целиком приписывали победу во Второй мировой войне, забывая о проявленном героизме бесчисленных анонимов, воюющих на полях сражений. Так было с Ньютоном, который не открывал три закона, нащащих сейчас его имя, и закон всемирного тяготения, открытый Робертом Гуком. Релятивисты восхищаются красивой аналогией кривизны пространства, которую якобы впервые предложил Эйнштейн. Но если бы они лучше знали историю физики, то должны были бы упомянуть имя того же Гука. В диалогах с Ньютоном, которые в большинстве случаев проходили заочно, Гук для разъяснения эллиптических орбит планет приводил пример не только к конической поверхности, по внутренней стороне которой катились планетные тела, но и конический маятник, описывающий эллипсы. По отклонению оси маятника и по измененному периоду колебания он попытался установить степень несферичности Земли. Сегодня только и говорят об азоне Хиггса, что можно подумать, будто Питер Хиггс придумал что-то такое, чего до него никто не знал. В действительности Хиггс высказал старую идею Джозефа Джона Томпсона, которую сначала у этого физика похитил скромный Эйнштейн, а позже, придав идее новое словесное обличие, преподнес забывчивой общественности уже в третий раз первооткрыватель Хиггс. В чем заключается идея Томпсона? Еще в 1881 году 25-летний Томпсон ввел понятие, связанное с эфиром массой. «Движущееся сквозь эфир тело, – рассуждал он, – должно испытывать сопротивление эфирной среды, которое равносильно увеличению массы тела». Со временем эта мысль приобрела у него более конкретные очертания, особенно после открытия им в 1897 году «Электрона». Сейчас мы покажем несколько любопытных страниц из книги Томпсона, написанной по следам прочитанных им лекций в мае 1903 года, то есть за два года, когда Эйнштейн опубликовал первую работу по теории относительности, и спустя много лет после зарождения его теории, связанной с эфиром массы. Нажмите на паузу и прочтите. Исследуя отклонения катодных лучей в магнитном и электрическом полях, Томпсон обнаружил, что лучи представляют собой поток отрицательно заряженных частиц. Проводя бесчисленное количество опытов над ними, измеряя отношение заряда электрона к его массе, он показал, что открытые им частицы почти в 2000 раз легче самого легкого элемента – атома водорода. Самое же главное открытие, которое у него без зазрения совести украли релятивисты, заключается в идее, высказанной им еще молодости, а именно масса электронов, или бета-частик, из которых состоят катодные лучи, будет расти с увеличением скорости. Согласно Томпсону, связанная масса электронов в электрическом поле равна кинетической энергии – Е со значком Е. Но ровно такую же энергию электрон приобретает, двигаясь в магнитном поле – Е со значком М. Следовательно, в электромагнитном поле двойка, стоящая в знаменателе формул, исчезнет, поскольку полная энергия движения электрона складывается из этих двух равных друг другу энергий. Для Эйнштейна эфир не существовал, поэтому увеличение массы электрона во время его движения сквозь пустоту он объяснял кинетическим эффектом, полученным за счет спекулятивных преобразований Лоренца. При этом он извратил идею Томпсона, полагая, что энергия электрона сосредоточена в его массе. Хиггс вернулся к первоначальной идее Томпсона путем введения особого поля, которое сегодня называют его именем. Для этого автора тоже как будто бы не существовал материальный эфир, но за счет достаточно искусственного деления частиц на фермионы и бозоны он вместе со всеми современными мифотворцами стал говорить о виртуальном пространстве, в котором, дескать, и существует поле Хиггса. Это эфемерное поле сообщает всем движущимся через него частицам реальную массу. Однако толкователи-популяризаторы заумных фантазий нынешних оракулов от науки по-прежнему оперируют образами, которые в конце XIX века возникли в голове Томпсона. Они сравнивают частицу с лыжником-слоломистом, стремительно съезжающим с горного склона. Лыжи отбрасывают в стороны массу снега. Снег оказывает сопротивление движению. Стало бы, дополнительную массу лыжника за счет его взаимодействия со снежным покровом можно считать вновь приобретенной. Почему мы вспомнили об этих исторических фактах? Дело в том, что вскоре после смерти Томпсона его прозорливая идея о переменной, связанной с эфиром массой, перекочевала в физику твердого тела. Тут она неизбежно претерпела некоторые изменения, которые, однако, ничуть не изменили ее суть. Физики-твердотельщики тоже не говорили об эфире, но электроны могут двигаться сквозь электрически заряженную решетку. Таким образом, при своем движении через кристаллическое поле они испытывают периодическое воздействие со стороны остова. Это внешнее воздействие со стороны решетки переносит на массу электронов или дырок, если иметь в виду полупроводники, которые в этом случае называют эффективной массой. Двигаясь по различным направлениям внутри кристалла, носители положительного и отрицательного электричества будут испытывать различные воздействия со стороны периодического поля. Поэтому эффективная масса носителей выражается тензором. Как ее можно определить? Ответ с помощью так называемых зонных структур. Они представляют собой множество энергетических уровней для возбужденных электронов. Зонные структуры определяют законы дисперсии, то есть законы рассеяния электронов на кристаллических решетках, если говорить об алмазоподобных полупроводниках. Тензором энергии электроны, Е, зависят от волнового вектора К, что называется законом дисперсии, Е от К. По квадратичному закону найдем первую и вторую производную функцию Е от К. Вспоминаем, что первая производная от какой-либо функции означает скорость изменения функции, вторая производная – степень кривизны функции. Таким образом, масса свободного электрона обратно пропорциональна кривизне функции Е от К. Так как уравнение Е от К представляет собой сферу, поверхность которой имеет постоянную кривизну, то электрон будет иметь неизменную массу, куда бы он ни полетел. Но в кристалле закон дисперсии намного сложнее. Изоэнергетические поверхности отличаются от сферических и, следовательно, масса электрона зависит от направления его движения в К-пространстве. Если вторая производная больше нуля, то М тоже больше нуля. Если вторая производная меньше нуля, то и масса будет меньше нуля. Отрицательные массы обладают дырки положительной электронной. При смене знака вторая производная законодисперсия должна быть равна нулю, что соответствует бесконечно большому значению массы электронной или дырки. Никакая сила не способна перенести частицы с бесконечной массой из одной точки К-пространства в другую. Отсюда следует, что эффективная масса имеет физическое значение вблизи дна зоны проводимости для электронов и вблизи потолковалентной зоны для дырок. Между этими уровнями лежит запрещенная зона. Закон дисперсии вблизи экстремальной точки К с ноликом н-энергетического уровня запишется как приводится уравнение. Часто два из трех компонентов эффективной массы одинаковы и тогда говорят о продольной и поперечной массе. Физический смысл эффективной массы состоит в том, что направление ускорения электронов ДВ по ДТ под действием кристаллического поля В от Р не совпадает с направлением силы Ф. Если в изотропном пространстве движение электрона описывается вторым законом Ньютона, то в анизотропном пространстве кристалла масса в этом школьном законе зависит уже от направления движения. Таким образом, ускорение электронов будет не совпадать с направлением силы. Физический смысл квадратичной зависимости закона дисперсии тоже понятен. В экстремальных точках энергетические уровни можно аппроксимировать параболами. Вдали от этих точек линии уровней спрямляются, и их можно аппроксимировать прямыми, или если речь идет о К-пространстве, то плоскостями. При поиске параметров импульса возникает потребность опереться на какую-то ориентировочную модель всех энергетических уровней. Эту модель не может дать зонная структура пустой решетки, поскольку вблизи запрещенной зоны кристаллический потенциал слишком сильно искривляет общую картину энергетических состояний. Значит, требуется более адекватная пространственная модель уровней, дающая наглядное представление о расположении энергетических зон. Такая модель может быть получена за счет линейной аппроксимации закона диспенсии, когда ее квадратичный компонент опускается, а линейные удерживаются. Линейный закон описывает положение плоскостей в четырехмерном пространстве энергии и волнового вектора К. Таким образом ставится задача получения числовых значений, коэффициентов, уравнений плоскости для энергетических уровней, например, в Германии и Кремнии. Прежде чем переходить к рассмотрению конкретных законов диспенсии, нужно иметь в виду, что существует несколько способов построения гаметанианов. Среди них выделяется два принципиально различных модели. Модель слабой связи и модель сильной связи. К модели сильной связи относятся так называемый ЛКО-гамильтамиан. ЛКО расшифровывается как линейная комбинация атомных орбиталей. В этой модели все электроны оказываются связанными с ядерами своих атомов. И только сближение этих атомов внутри кристалла приводит к перекрыванию волновых функций электронов, что влечет за собой перестройку орбиталей. Чем ближе атомы в кристалле, тем интенсивнее взаимодействие между электронами, а значит, тем большее значение интеграла перекрытия атомных орбиталей, которая выступает в качестве матричных элементов в матрице ЛКО-гамильтаниана. В модели слабой связи электроны перемещаются внутри кристалла почти свободно. В нулевом приближении потенциал узлов решетки принимается за ноль. Электрон абсолютно свободно перемещается внутри острова. Его движение описывается квадратичным законом дисперсии, справедливым для пустого пространства. При потенциале, отличном от нуля, электрон теряет часть свободы перемещения. Закон дисперсии становится отличным от квадратичного, но зависимость движения электрона от потенциала решетки выражается все же намного слабее, чем в модели сильной связи. Несмотря на различия двух моделей, описание симметрии энергетических уровней с точки зрения теории групп в них одинаковое. В модели сильной связи оперируют понятием атомных или молекулярных орбиталей. В модели слабой связи свободно парящие электроны описываются г-состояниями кристаллической решетки. В модели сильной связи считается, что симметрия электронных уровней в кристалле определяется симметрия электронных уровней отдельных атомов, при этом умалчивается, чем, собственно, определяется симметрия уровней отдельно взятого атома. В модели слабой связи наоборот говорится, что симметрия электронных уровней вблизи отдельных узлов кристаллической решетки определяется симметрией всей решетки. При этом умалчивается, почему, собственно, кристаллическая решетка приобрела именно такую, а не иную симметрию. В оборых подходах отсутствует ответ об источнике симметрии для свободного атома в модели сильной связи и для кристаллической решетки в модели слабой связи. Очевидно, что источником симметрии в обоих случаях является эфир, который удобно смоделировать в виде абсолютно твердого кристаллического тела, внутри которого возникает энергетическое возбуждение либо в форме свободных атомов, водорода, гелия и так далее, либо связанных кристаллических решеток Германия, Кремния и так далее. Известные нам кристаллы Кремния, Германия, Арченида, Галли и так далее образуют вторичную решетку, симметрия которой продиктована состоянием первичной решетки эфира. Но вторичная решетка при определенных условиях температуры, давления и других параметров может служить основой для возникновения производных состояний в виде экситонов газа или электронно-дырочной жидкости, которая является сверхвеществом внутри обычного вещества. Пара электрон-дырка описывается с помощью обычного уравнения Шрёдингера на языке водородоподобных состояний. Различие касается только количественной стороны дела. Так, величина радиуса Бора, энергия связи и прочие характеристики для электрона и дырки будут на порядок или два различаться по сравнению с аналогичными характеристиками в кристаллическом Германии или другом полупроводнике, где экситон возникает. Для экситона кристаллическая решетка выступает в роли эффективного вакуума, то есть нейтрального фона, который находится совершенно в другом энергетическом диапазоне, чем электроны и дырки в кристалле того же Германии. Перед тем, как переходить к закону диспетчии, напомню, что понимается под К-пространством. Если узлы прямой решетки определить равенством, то узлы обратной решетки определяются другим равенством, причем базисные векторы обоих пространств ортогональны и нормированы. На рисунке 32 показано 14 пространственных ячеек Браве. Для каждой из 14 электронных ячеек можно построить элементарные ячейки обратной решетки. Важно уметь построить одну единственную элементарную ячейку, поскольку закон дисперсии приводится только для нее в одной, и здесь на первый план выдвигается понятие зоны Бриволена. Первую зону Бриволена определяет как область в обратном пространстве, окружающую один из узлов обратной решетки и ограниченную набором плоскостей, проходящих через середины векторов, соединяющих в обратной решетке данную точку с ее ближайшими соседями. На рисунке 34 показана первая зона Бриволена. Для двумерной косоугольной решетки на рисунке 35 вычислено уже 10 зон Бриволена для двумерной квадратной решетки. Точно таким же половинным делением расстояния между двумя узлами определяется зона Бриволена в трехмерном пространстве. На рисунке 36А приведены базисные векторы объема центрированной кубической решетки, а на рисунке 36Б первая зона Бриволена, имеющая форму правильного ромба додекайдера. На рисунке 37 приведены первые четыре зоны Бриволена для границентрированной кубической решетки. На рисунке 38 указаны симметричные точки Г, ЭЛ, Лянда, Дельта и так далее первые зоны Бриволена для границентрированной кубической решетки, представляющей собой полуправильный многогранник Архимеда, усвеченный октайдер. Симметричные точки и направления можно видеть на энергетических зонах, рассчитанных ЛКО методом рисунок 31А. Итак, законы дисперсии, их еще именуют зонными структурами, полученные при помощи гамильтонианов, построенных на основе модели сильной связи, можно аппроксимировать кусками параболы. Законы дисперсии, полученные при помощи гамильтонианов, построенных на основе модели слабой связи, Можно аппроксимировать отрезками прямых. Чтобы продемонстрировать роль линейных элементов зонной структуры, обратимся к восьми нижним состояниям зоны проводимости Германии на гексагональной грани зоны Брюэлена. Рисунок 59. Расчёт зон производится по модели слабой связи электрона с помощью матрицы Гамильтониана размером 15 на 15. Здесь с пунктирными прямыми обозначены следы от энергетических костей, которые снабжены цифрами. На рисунке 59А показаны четыре сечения Е1, Е2, Е4 и Е5. Два связанных сечения Е2 и Е2' показаны на рисунке 59Б даны для того, чтобы можно было проследить связь энергетических уровней на гексагональной грани зоны Брюэлена с уровнями, расположенной ближе к центру зоны Брюэлена. Сечение Е2' проведено параллельно оси КЗ. Центральное сечение Е3 изображено на следующем рисунке 60А вместе с внутренними сечениями Е3', Е3'2', Е3'3', параллельными линией Е3 и приведенными в глубине зоны Брюэлена. Общего числа сечений, представленных на рисунках 59 и 60, достаточно, чтобы восстановить линейную конфигурацию восьми нижних состояния зоны проводимости Германии. На рисунке 60Б показано пространственное расположение первых трех из восьми плоскостей. Следующий шаг состоит в том, чтобы записать уравнение плоскостей в удобной системе координат. Первая система координат вводится на гексагональной грани зоны Брюэлена с осями Е, КХ со штрихом, КУ со штрихом. По формулам аналитической геометрии записывается в трехмерном пространстве. Однако сечения Е3', Е3'2' и Е3'3' дают зоны диспенсии в глубине зоны Брюэлена и тем самым вводят еще одно измерение. Три плоскости, обозначенные как 1, 2, 3 по выбранным соответствующим образом точкам, можно записать в пространстве четырех измерений Е, КХ, КУ и КЗ. Тогда при наличии оси симметрии третьего порядка, три уравнения плоскости переходят одно в другое при циклическом перестановке координат волнового вектора КХ, КУ и КЗ. Так что достаточно выразить линейным уравнением лишь одну какую-то плоскость. Но здесь как раз и возникает основная проблема, о которой мы постоянно твердили. Четырехмерное пространство не существует. Многие знают, как записать уравнение плоскости, проходящее по трем точкам. Например, таким. P0, P1, P2. Тогда уравнение плоскости получится приравнивание нулю определителя размером 3 на 3. Пусть этими точками будут. Тогда определитель будет выглядеть так. Разложим этот 3 на 3 определитель по первому столбцу на 3 определителя 2 на 2. В итоге получаем следующее уравнение искомой плоскости или окончательно. Казалось бы, почему бы нам по аналогии не построить определитель 4 на 4, вот такого вида, для четырех точек, взятых из конкретного закона дисперсии. Далее раскладываем полученный 4 на 4 определитель по первому столбцу на 4 определителя 3 на 3. Потом повторяем эту процедуру до тех пор, пока не получим уравнение вида А плюс БХ плюс ЦУ плюс ДЗ плюс ЕУ равно нулю. К сожалению, данное расширение формул не работает. Какие бы 4 точки вы не взяли из закона дисперсии, по ним невозможно получить уравнение плоскости в 4-мерном пространстве энергии импульса. В процессе вычисления коэффициентов А, Б, Ц, Д, Е возникает линейная зависимость между промежуточными уравнениями, так что окончательного уравнения вы не получите. Единственное, что удается здесь получить, это некое псевдоуравнение, например, следующего вида. Данное уравнение есть конкретное выражение линейного закона дисперсии для целой группы состояний, объединённых системой трёх плоскостей, но только в разрезе Е3, то есть на гексагональной грани зоны Бревелена. Но оно, уравнение, не даёт нужные точки для плоскостей, лежащих в глубине зоны Бревелена, то есть в разрезах Е3, Е3, Е2 и Е3, Е3. Все рассуждения относительно плоскостей 1, 2, 3 можно перенести на нижние плоскости, которые обозначены цифрами 4, 5, 6, 7, 4 штрих, 5 штрих. Уравнение плоскости 6 можно получить из уравнения плоскости 7, поменяв местами переменные KY и KZ, а координату KX оставить без изменения. Осуществив таким образом перестановку координат из этих двух уравнений, получаем ещё 4, приведём одно из них. Однако это уравнение описывает энергетические уровни на гексагональной грани зоны Бревелена Е3 и не описывает плоскости в сечении Е3 штрих, Е3 2 штриха и Е3 3 штриха. Шесть плоскостей, аппроксимирующие все нижние состояния зоны проводимости, нетрудно вычертить отдельно, как мы это уже делали для плоскостей 1, 2, 3 на рисунке 60Б. Однако лучшей иллюстрацией взаимного расположения этих плоскостей является графическое изображение точного машинного расчёта дна зоны проводимости Германии, показанного на рисунке 61А. Симметрия этой поверхности для других алмазоподобных полупроводников примерно такая же. Геодезия дна зоны проводимости Германии приведена на рисунке 61Б. Числами на линиях обозначены уровни энергии в Ритбергах, отсчитанные от потолка валентной зоны. В центре розетки находится минимум зоны проводимости. Глубина складок энергетической поверхности потолка валентной зоны меньше, чем у поверхности дна зоны проводимости, рисунок 62А. Таким образом, если для дна зоны проводимости мы ещё можем распознать плоскости, то для потолка валентной зоны они просматриваются с трудом. Здесь преобладает квадратичный элемент закона дисперсии. Общая структура энергетических зон в гексагональной плоскости первой зоны Бриолена для полупроводников четвёртой группы изображена на рисунке 62Б. Итак, по аналогии можно, конечно, написать выражение для определения расстояния между двумя точками Х и У в каком-нибудь Н-мерном пространстве. Можно вычертить Н-куб или Н-сферу в Н-мерном пространстве. Можно даже подсчитать у них число вершин и рёбер или число параллелей и меридианов. Но какое отношение всё это имеет к реальному миру физики? Ровным счётом никакого. Кажется, что закон дисперсии можно представить в четырёхмерном пространстве энергии имбульса, где одна ось отводится под энергию, значение которой выражается действительным или вещественным числом, а три оставшиеся оси сомнимыми Ортами и ЖК отводятся под импульс. Некоторые релятивисты в спорах со мной утверждали, что само слово «кватернион» означает «четыре». Значит, говорили они, это гиперкомплексное число образует векторное пространство размерности четыре. Верно, что ирландский математик Уильям Гамильтон в 1843 году, находясь на мосту Брумбридж в Дублине, открыл гиперкомплексное число с четырьмя базисными единицами, одной вещественной и тремя обнимыми. На мосту установлена памятная доска с надписью «Здесь, на прогулке, 16 октября 1843 года, во время вспышки гениальности, сэр Уильям Роун Гамильтон открыл формулу перемножения базисных единиц квотерниона И квадрат равно Ж квадрат равно К квадрат равно И Ж К и равно минус единицы. История открытия квотерниона была долгой и началась она с введения комплексного числа. В течение XVII века в трудах Лейбница, Муавра, Котца, Эйлера, Доламбера, Гауса и других математиков это понятие конкретизировалось и успешно применялось в различных областях знаний. В течение длительного времени математики безуспешно пытались построить алгебраический объект с одной вещественной и двумя мнимыми единицами. Но у них ничего не получилось. И вот Гамильтон, отказавшись от трехсленного базиса, решил поэкспериментировать с четырьмя базисными единицами. Его неожиданный успех заставил прочих математиков крепко задуматься, и в скольких базисных единиц можно построить полноценное пространство. В 1877 году Георг Фрабениус доказал теорему, что гиперкомплексного числа на базе трех единиц построить невозможно. Вторая половина XIX века – это время интенсивного развития алгебры, в том числе векторной. Максвелл применил квотернион для описания законов электродинамики, о чем мы уже знаем. 26-летний Уильям Клиффорд по рекомендациям Максвелла был зачислен на кафедру математики и механики Лондонского университета, а в 1874 году он стал членом Королевского общества. Еще через два года он уже докладывал об успехах своей алгебры, о которой мы рассказывали, а также о системе, построенной на бикотернионах. Окончательно аппарат векторной алгебры сформировался в последнем десятилетии XIX века в трудах Гипса и Хевисайда. Работы Минкурского, Борна и других релятивистов лежат где-то примерно в той же самой плоскости, что и алгебраистов XIX века. Они хотели придумать что-то наподобие векторной алгебры для теории относительности, которая замышлялась как физика, существующая в пространстве четырех измерений. Увы, у них ничего не вышло. Все было перепахано вдоль и поперек задолго до них. Первоклассные математики XIX столетия однозначно показали, кроме кватернионов нет других алгебраических систем, которые бы можно было применить для реального физического мира. Минковский и Борн создали совершенно не жизнеспособную геометрию, изобилующую грубыми математическими ошибками, о которых мы говорили ранее. Сегодня по проложенной ими кривой дорожке устремились нынешние религисты, предложившие пространство десяти измерений. Обреченность таких построений вытекает хотя бы из того печального факта, что в основу своих построений они заложили мертворожденное четырехмерное пространство Минковского. Сталин Иосиф Виссарионович, председатель Совета Министров СССР, многолетний лидер Советского государства. Фадеев Александр Александрович, автор романа «Молотая гвардия», генеральный секретарь, а потом и председатель правления Союза писателей СССР, в создании которого, начиная с 1932 года, принимал активное участие. Рассказывает, будто Сталин однажды сказал Фадееву, «Нет у меня для вас других пространств, кроме трехмерных». Шутка.